Всем привет! Сегодня мы отправимся в небольшую экскурсию по району города Бохум, Вимельхаузен. Вимельхаузен один из самых разнообразных районов Бохума. Когда-то давным-давно здесь находились фермы. В этом районе города и началась моя жизнь в Бохуме. Здесь я живу и на данный момент. А началось мое проживание в Бохуме в лагере на улице Вольфордштрассе. В конце 2013 года этот лагерь был расширен. Сюда добавили около 40 жилых контейнеров для размещения беженцев из Сирии. А вот в этом доме под номером 3 я проживала с ноября 2003 до августа 2004 года. Автобусная остановка тогда называлась Вольфордштрассе. Позже по инициативе расположенного рядом учреждения ее заменили на Кнапшафт. Кто не знает, Кнапшафт это фонд здравоохранения или как мы привыкли его называть Кранкенкассе. А это стеклянное здание под названием Боминхаус как раз таки этому фонду и принадлежит. Само здание являлось самым высоким офисным зданием в Бохуме до тех пор, пока не построили Эксцентерхаус на Университетской улице. Идем к Вассаштрассе. Доходим до кольцевой развязки на Вимельхаусаштрассе. Здесь находится еврейское кладбище, созданное в 1917 году. На месте центрального вокзала раньше тоже располагалось кладбище, и когда собрались строить вокзал, сюда перенесли захоронения и памятники. Среди прочих, здесь похоронены 52 жертвы концлагерей. Напротив мы видим сервисный парк Тримонте. Шесть офисных зданий были построены в 1996 году, а седьмое в 2008. Помимо прочего, здесь пока еще расположены отделения пенсионного фонда, все той же Кнапшафтбанзии. Пересекаем парк Тримонте и сворачиваем влево, на дачный участок Вимельхаусен. Построенный в 1932 году, это один из старейших дачных участков города. С другой стороны, мы видим протестантскую церковь Петри. Построенная в начале 20 века, она была большой гордостью протестантской общины, так как была расположена на самой высокой точке ландшафта. Длиной в 33 метра и шириной в 20 метров церковь вмещает около тысячи посетителей. Церковь сильно пострадала от воздушных налетов в начале 40-х годов и была вновь открыта только в марте 1948 года. Мы продолжаем идти по Вимельхауза-штрассе мимо частной школы Бохума. Здесь покупаем булочки, а то у меня уже что-то руки замерзли. Вот так-то уже лучше. Между домами 327 и 331 сворачиваем к шахтерскому поселку Боргхольцвизе. Раньше на этом месте была шахта Принц-Регент. А поселение образовалось в 1910 году и является памятником архитектуры, который охраняется законом. Раньше у каждого дома были еще конюшни и голубятни. На Боргхольц-штрассе 24 поворачиваем налево и на круговом перекрестке выходим на церковный квартал, так называемый Кирхфертель. На самом деле речь идет о зданиях вокруг католической церкви святого Иоанна. Идем по Глюксбурга-штрассе. Рядом со спортивной площадкой здесь расположена Малаковская башня. На этом месте раньше тоже находилась шахта Юлиуса Филиппа. А название эта башня получила от оборонительных сооружений на Малаковом холме Севастопольской крепости, осажденной во время Крымской войны в 1854 году, прикиньте. Малаковская башня. Вот она. Башня была построена в 1875 году и как часть бывшей шахты она внесена в список исторических памятников. Сейчас здесь расположена медико-историческая коллекция Института истории и медицины Ружского университета. Музей открыт только по средам, к сожалению, сегодня не среда. Мы идем дальше. Переходим на Маркштрассе в сторону Университетской улицы. Перед нами школа имени Эриха Кестнера, открытая в 1971 году как одна из первых в своем роде в земле Северной Рейн-Вестфалии. В настоящее время здание по частям сносится, а сама школа Эриха Кестнера в 2014 году получила новое здание. А на этом месте ожидаются жилые постройки. Идем на Маркштрассе. Здесь дорога круто поднимается на Университет Штрассе, а мы движемся по пешеходной дорожке параллельно с главной улицей. Университет Штрассе Справа открывается вид на автомагистраль А-448. И отсюда мы попадаем в Вановия. Современное здание. Здесь с 2017 года находится штаб-квартира жилищной компании Вановия, которая могла бы находиться в Дюссельдорфе, но победил все-таки Богу. И если мы сейчас спустимся вниз по Вассерстрассе, то снова попадем в парк Тримонте, который мы с вами и рассмотрели в начале нашей экскурсии. Вот такой 8-километровый кружок мы сегодня с вами преодолели. Если было интересно, ставьте лайк. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok